Итак, мы говорили, что происходит в новое время, да, кризис среди еврейства. И после того, как евреи в результате таких вот жестоких преследований разочаровываются и в христианстве, и в иудаизме, и в различных других, мы уже говорили, течениях, там, лжемессиях, то возникает разделение между евреями, и часть евреев становятся гуманистами и атеистами. Вот такими основоположниками гуманизма и атеизма мы возьмем, как пример, Уриел Гакоста и Барух Спиноза. Слышали, может быть, эти имена? Да. Да. Вот. В 1648 году заканчивается война Голландии за независимость. До этого Голландия какой была колонии? Испанская, да? Да. Поэтому многие испанские евреи куда бежали? В Голландию. В Голландию. То есть для них это не было таким уже какой-то другой совершенно враждебной страной. То есть, ну, это как если бы, допустим, с Украины бежали бы в Россию или в Белоруссию, да? Другая страна, другие нравы, но, в общем-то, не сильно. Сходство, что-то похожее есть. И первая синагога такая открывается 2 октября 1596 года в доме амстердавского еврея Сумыла Пайяша. Он был марокканским посланником в Соединенных Штатах Нидерландов. Не Соединенных Штатах Америки, а Соединенных Штатах Нидерландов. Это другие Соединенные Штаты. Первая синагога в Голландии. 2 октября 1596 года как раз Йом-Кипур открылась по еврейскому исчезнению. Там 60 амстердавских евреев собрались в доме Сумыла Пайяша, марокканского посланника в Соединенных Штатах Нидерландов. Так как не было в Амстердаме своего равена, избрали на эту должность Маше Ури Леви, равена из другого голландского города Эмдена. И евреи начинают стекаться в Амстердам. В Амстердаме евреи придумали новый бизнес. Голландия в то время владела южными колониями в Африке. А что на юге Африки? Алмазы. Их там добывали и перевозили в Амстердам. В Амстердаме евреи их шлифовали. Ну, то есть, рабочие там, может, и не евреи были, да, но еврейские бизнесмены занялись таким бизнесом. Очень доходчивым бизнесом. И до сих пор, да, это процветает там. Поэтому евреи, которые приехали нищими, они какими становятся? Богатыми. Не просто богатыми, да, но очень богатыми. Но туда приезжают разные евреи. Одни евреи сохранили свой иудуизм, другие евреи насильственно приняли крещение и хотят обратно вернуться в иудуизм. Но были такие евреи, которые приняли крещение католическое. И, в общем-то, их иудуизм не больше интересовался, чем христианство или что-либо другое, да? Они продолжаются оставаться католиками, но католиками могли бы они оставаться в Испании? Нет, потому что потомков евреев, да, до 16-го, до 32-й, доли даже потом в списке составлялись, их уничтожали. Только за то, что они потомки евреев. Поэтому они переезжают туда. И эти евреи, это были ашкеназы или сифарды? Сифарды. Но так как в Польше тоже начинается преследование евреев, то евреи-ашкеназы куда ведут? Голландии. Помните, мы говорили, что евреи Украины и голландские раввины, они были как бы пообратимы друг к другу. И вот в 1640-м году в Амстердаме, в 1640-м году в Амстердаме открылась первая синагога ашкеназских евреев. В 1596-м – сифардский. В 1640-м году первая синагога ашкеназских евреев. В 1796-м году евреи Голландии получают равные права со всеми гражданами. В 1796-й год евреи Голландии получают равные права с другими гражданами. В Голландии, затем во Франции, во времена Наполеона, да, евреи получают полное гражданство. И с середины XIX века главной профессией евреев Амстердам стало ювелирное дело. Одни евреи переходили в иудаизм, другие продолжали считать себя христианами, были евреи-католики, были евреи, перешедшие в протестантизм, то есть были разные евреи в то время. И одна семья заживочного дворянина из Порто-Бента до Коста, которые были маранами, то есть католиками, поселяются там. И в 1600 году до Коста отправил своего сына Габриэля на обучение в католический университет португальского города Каибра, после качания которого молодой выпускник занял пост в казначее одной из церквей в родном городе Порто. поселившись в Оландии, Габриэль меняет свое имя на Уриэль. Ну, Габриэль, а Уриэль вроде бы как-то более звучит по-еврейски, да? Габриэль становится Уриэльом. Габриэль становится Уриэлем. В 1617 году Акоста занялся финансовыми делами. Есть Акоста, есть Лакоста, есть Дакоста. Разные варианты произвешения. Это одно и то же. Одна и та же фамилия. Только в зависимости от того, что разные приводят Дакоста, Акоста. Да, он становится, да, бизнесменом и совладельцем банка в Гамбурге. Сам он проживает в Австердаме, но иногда наведается Гамбург по служебным делам. Деловая схватка за Костой сочеталась со скандальным характером и скоростью скоропалительным выводом. Сначала, в течение нескольких дней, он принимает иудаизм, потом постигает глубину падения так называемых иудейских мудрецов, и затем он объявляет себя опять католиком. Потом он объявляет себя же не католиком, не иудеем, да, а атеистом. То он возвращается несколько раз в синагогу, принимает покаяние, то есть у него вот такая жизнь довольно бурная, и под давлением различных общественных мнений он несколько раз меняет свое мнение. и пишет у Риэльда Коста трактат о смертности души. То есть, если мы верим, что душа бессмертна, да, то если душа умирает человека со смертью, то что? Места для религии не остается, да? Он не отрицал Бога, но так как он отрицает бессмертие души, то фактически вот этот трактат о смертности человеческой души, написанный в 1624 году, ложится в основу концепции просветителей, революционных демократов, считавших, что человек не является уникальным творением Всевышнего, и его можно принести в жертву великой цели. То есть, если человек убирает, то все позволено, да? Бери из этой жизни все, что можешь, да? А если нет, значит, тебя убьют. То есть, никаких этических, никаких моральных законов уже тогда не остается. Его отлучают первый раз в 1618 году. Вот, в 1624 году он публикует еще одну книгу «Исследование традиций фарисеев в сравнении с писанным законом». И оговорится, что евреи исказили все учение Моисея, и что доктрина о бессмертии и загробной жизни не вытекает из Библии. И за это уже, если в 1618 году его отлучили, то за эту книгу равен и подвергли Акосту Херему, а светские власти аресту и штрафу. Книга была сожжена. Затем, в 1640 году он опять кается. Его было предложено пойти повторное, намного более унизительное покаяние. Его подвергли традиционным 39 ударам плетью и положили на порог синагоги и все верующие переступали через него и плевали на него. Вот такое унижение. Символически попирали его ногами при выходе из синагоги. Затем он попытался застрелить своего родственника, который считал самым заклятым врагом его жизни, чести и имущества, а когда пистолет дал осечку, застрелился сам. Вот такая судьба. Ну, вы попробовали пойти через такое унижение? Не каждый, правда, может. Если этот человек доносил до него, еще был его родственником, естественно, он хотел застрелить его, с пистолет дал осечку, он застрелился сам. Вот такая его судьба. Его учеником был барух де спиноза или просто спиноза. Вот. И, не учеником, последователем я хотел сказать, потому что год смерти Уриэля спинозе было 8 лет. Но он видел все, что происходило, и спиноза тоже поступает на этот путь. Спиноза был крупнейший голландский философ, один из крупнейших рационалистов. Рационалистов. Жил с 1632 по 1677 год. Родители спиноза были еврейскими иммигрантами, переселившиеся тоже из Португалии. Вначале он был воспитан в духе ортодоксального иудаизма. Затем он начинает изучать философию и в 1655 году встречается с одним интересным человеком. Там было сказано так. появился привлекательный персонаж, бесстрашный в словах, сторонник всего нового, безрассудный в своих рассуждениях, любитель парадоксов и, что было еще хуже, ужасного нрава, как многие ему подобные. Этот человек был доктор Хуан де Прада, родившийся Кордове, получивший образование в испанских университетах, который вернулся к иудаизму в Нидерландах в 1638 году и с тех пор вел беспокойную и бродячую жизнь, в ходе которой он развлекался тем, что сеял философские сомнения в душах юных евреев, что не мешало ему получать пособие от еврейских общин. Вот такая была личность. Эта личность повлияла на жизнь Баруха. Он много раз встречается, качественно вольнослушатель на занятиях в Лейдинском университете, а также посещал его в доме Дона Жозефа Гуэры, кавалера с Канарских островов, проживавшего в Амстердаме для лечения проказы. Там создается такое общество вольно настроенных евреев и объединенных воздухов свободной Голландии испанцев. В 1656 году после конфликта с городскими властями Спиноза был подвергнут великому отлучению еврейской общины за юридические взгляды. А в 1660 году он вынужден покинуть Амстердам. Возможно, из-за того, что в 1660 году был нанесен ему удар ножом еврейским фанатикам. То есть попытка убийства. Он переезжает в деревушку Рейнсбург близ Лейдена. Там продолжает поддерживать связи с кружком коллегиантов так называемого. Это религиозного братства, позднее объединившегося с миннонитами. После визита к нему Лейбниц охарактеризовал его как еврея из Гаги, предсказывающая поднимающуюся в Европе революцию. А принц Конде, главнокомандующий французской армии, пригласил его в свой лагерь. Из Рейнсбурга он переселился в Ворбург в селении близ Гаги, а к 1670 года, он уже до 1677 года, до самой своей смерти, жил в самой Гаги. Зарабатывал на жизнь изготовлением шлифовкой линз для очков, микроскопов, телескопов, а также частными уроками. Написал много трудов. Богословско-политический трактат, опубликованный анонимно в Астердаве в 1670 году, этика в 1663 году начатая и в 1675 году законченная, но изданная только в 1677 году на латинском языке. Также грамматика древнееврейского языка и начало философии. И начало философии это труд по комментарии Рене Декарта, который тоже был его современником. Спиноза как таковым не отрицал Бога, но Бог для Спиноза был безличным Богом науки. То есть Богом Спиноза кто становится наука? Наука, знание, познание. В этике он излагает попытки избежать обвинения пристрастии категориенов взглядом. Он рассматривает космос не как конечную, а как бесконечную систему. И придерживался гелиоцентрической, а не геоцентрической гипотезы. Он изобрел такой геометрический способ исследования наук, в том числе и этики. Кроме того, Спиноза выдвинул теорию параллелизма тела и сознания. То есть сознание зависит от чего? От тела. Бытие определяет, что сознание. Да. То есть вот такие основы этики, которые он заложил, и он говорил, что поскольку не существует как таковой загробной жизни, то главное не печаль и чувство греха или вины, но радость и спокойствие духа. Придерживался позднее таких взглядов, как Спиноза Эйнштейн, поэты Герты и другие просветители, о которых мы будем говорить, и они уже действовали в XVIII веке. Но фундамент этот был заложен в XVII веке Уриелем Гакоста и Барухом Спинозом. Кстати, один Гакоста или Лакоста был шутом Петра I. Видимо, родственник того Гакоста и предпочел быть лучше шутом Петра I, чем пребывать в такой репутации. Теперь поговорим об очень интересной группе верующих, жидовствующих. Вы знаете, что иудаизм вообще-то очень привлекательный. Во-первых, иудаизм, он прост. Здесь нету никаких теологий, да, иудаизм это практически этика. Единственное, Адонай Эхад. А раз Адонай Эхад, то возлюби Господа Бога и возлюби ближнего своего, да, и все основано на этом. То есть, иудаизм сам по себе прост и очень привлекательный. В особенности, когда люди смотрели на то, что творило собой христианство, да, и вы знаете, что если кто-то в те времена пытался жить хорошей такой нравственной жизнью, так считали, что он иеретик, и ему прямая дорога на костер. Церковь, она все спишет. Индульгенции себе купишь, и все в порядке, да, а кто-то вдруг пытается жить хорошей высоконравственной жизнью. Значит, либо это протестант, либо это еврей. И буквально с самого начала христианства, когда началась вот эта борьба между христианами и иудеями, появились такие группы, христиан, которые не были потомками евреев, но различные проводили еврейские штучки, за что их и обвиняли. В эпоху эллинизма в районе Черного моря и Восточного Средиземного моря, затем в Риме, появились склоняющиеся к иудаизму увлеченные идеей монотеизма группы, которые называли Себоминой. Себоминой – это по-гречески «почитатели». И число их в первом веке нашей эры возросло до нескольких сотен тысяч, по другим данным, до нескольких миллионов. Они соблюдали субботу, покляясь единому Богу и отвергали. не обрезываясь. Дальше. С первого века в Месопотамии существовала вверхая нашей эры. В Суисопотамии существовала секта Мандеев, вешенные элементы христианства, иудаизма и древневосточных религий. В районе Босфора в первом веке существовала секта Гипсистариев. От слова Гипсос греческое Высокий, которое прослеживалось в Каппадокии до 4 века нашей эры. Кстати, Гипсистарием принадлежал отец Григория Богослова. Она была известна же среди христиан под названием Иудействующий. Они поклонялись Богу Всевышнему в Сидержителю, соблюдали субботу, некоторые правила Кашрута, но не совершали обрезания и сохраняли элементы языческого почитания огня и света, земли и солнца, но не подкрепленные какими-либо обрядами. Другая группа Массалиани от арамейского Мецалин Малельники, а также Евхамены и Евфемиты. Они поклонялись всемогущему в пламени многих огней. Египсистария близка секта небожителей, латинской Целиколи, буквально небесники, которые жили в V веке в Северной Африке, где влияние иудаизма сохранилось после распространения там христианства. Римский император Гонорий в V веке издал против них два Эдикта. Кроме того, были Эрей Шамаем. Что такое Эрей Шамаем? Игорь Шамаем Богобоязненный, да? Богобоязненный или страшащийся небес. О них есть сведения в еврейских источниках, но трудно сейчас определить, кто они были такие и чему они поклонялись. И, несмотря на то, что в Западе была введена Пасха по-христианскому календарю, во многих восточных церквях праздную как и еврейский Песах на исходе 14-го Несана. Кстати, караимы празднуют Пасху так же, как ранее христиане и евреи во времена храма 14-го Несана, а не 15-го Несана. Почему Песах празднуют ортодоксально евреи 15-го Несана? Потому что 15-го Несана начинается другой праздник, праздник опресноков. Так как 14-го Несана приносили жертву в храме в виде ягненка, да? Иешуа когда, 14-го или 15-го Несана праздновал Пасху? 14-го, потому что следующий день был, помните, день опресноков, и они не хотели оскверниться, чтобы праздновать Пасху, да? то есть как Иешуа, как и ранние христиане 14-го Несана. А теперь это ортодоксально евреи празднуют 15-го Несана. Караимы продолжают праздновать 14-го Несана. Многие восточные церкви, они празднуют не так, как вот православные или католики высчитаны, да, а продолжают праздновать 14-го Несана. И эта группа малазиатских церквей была отлучена Антиохийским собором 341-го года, как иудействующие. В 6-м веке была Кватту Орде Цемиани, от слова 14. Тоже они были иудействующие, и в 8-9-х веках иконопочитатели называли иудействующими иконоборцев. Помните, были иконопочитатели и были иконоборцы, те, которые боролись против икон. А мы с вами какие сейчас? За иконы или против? Да. Правда? Да. А еще были иудействующие так называемые Афингани. Афингани это не пофигисты, как вы думаете. А Атингана означает сторонящиеся. Атингани, Афингани, сторонящиеся. в Верхней Фригии. То есть, очень много различных групп. Но настоящие жидовствующие начались в 14 веке при болгарском царе Иване Александре, который правил с 1331 года по 71 год. Ее была жена по крещению Феодора, а до крещения Сара еврейка из Тырнова. Поэтому при нем впервые начались движения жидовствующие. Но по приговору собора они были уничтожены, а евреи лишены права владеть недвижимостью. И куда вы думаете евреи поехали из Болгарии? Ну в России наверное, да? Я думаю, что да. Россия или что там тогда было в Москве, да? И вот уже в 14 веке после того, как разгромлена церковь жидовствующая, в конце 14 века объявился в Ростове некий Маркиан, которым говорили, что он сделал хитер в словесах писаний книжным коварем. Он восставал против поклонения иконок, считал их идовыми, и своими доводами колебал многих, в том числе и местного князя. Из рук в руки ходили по всей России разные сочинения, которых утверждалось преимущество содержания над обрядностью и обличались бесплодность обряда самого по себе, обряда несмысливающего. Верующие, причем в основном монахи, они впадали в разные ереси, с которыми церковь беспощадно боролась. И такая ересь возникла в Скове во второй половине 14 века, называясь стрегольники. Стрегольники говорили, что русское священство возле лежит. Соответствовало этому вложение, что было. Соответствовало. Потому что берет пошлины, подарки и отказывается от общения, и отказывается от общения с таким духовенством. Они создавали объединяясь в такие домашние группы. И руководители, лидеры домашних групп назывались простецы. Простые люди. Простецы. Против них тоже были выдвинуты гонения. И в 1375 году руководители этой секты сбросили с моста в реку Волхов. Но эта группа не исчезла. В ногорде мужчины и женщины, люди разных сословий, сходились не только в домах, но и на площадях, обсуждали духовные проблемы, критиковали церковь, ее обряды и постановления. Можете себе представить, да? Какая бурная жизнь. И вот 1470 год в Новгород прибывает вот этот самый иудей Схария. Отсюда в 1471 году отцель начала быть в Новгороде отжидан Схария. Схария это что? Захария, да? Захария ересь. В это время, видите, 1471 год, а 1453 году захватывают турки Константинополь. И что происходит? Центр православия в Константинополе, да? Ну, он не перестает существовать, но Константинопольский портриарх уже практически не имеет никакой власти. А Иван Третий, он был родственник последнего императора, да? Он там был женат, на какой-то его родственнице, то ли сестре, то ли племяннице. И он объявляет, что Москва это что? Третий Рим. Второй Рим пал, Москва Третий Рим, а Четвертого Рима не быть. Незадолго перед падением Константинополя во Флоренции собирается группа деятелей церкви, которые объявляют Флорентийскую унию, то есть объединение всех церквей под Папой Римском. Почему? Потому что Константинопольский патриарх, он уже не имеет никакой власти. И патриарх Московский куда едет? Во Флоренции. И он принимает эту Флорентийскую унию. Но когда он возвращается домой, меняется политическая обстановка. И Иван Третий его заключает в тюрьму и ставит своего патриарха. Московский так возникает Московский что? Патриарха. До этого был не патриарх, а архиепископ. Но патриарх был где? В Константинополе. И этот человек становится первым патриархом. То есть Иван Третий начинает различные преследования. При Иване Третьем первые евреи оказались в Москве. Один из них мастер Леон. Мастер Леон был врачом. Другой Хозя Кокос мы уже говорили о нем дипломатом. Третий Сахарий Захарий стал активным проповедником иудаизма. В Сахарии присоединяются другие евреи. Иосиф Шмойла Скориави и Моисей Хапуш. Доктор Леон был венецианским евреем. И когда его соболел сын Ивана Третьего он пообещал его вылечить. Так как он не вылечил сына что ему сделали? Отрубили голову. Его публично отрубили голову в 1490 году. Такой был конец первого врача упоминаемого в русских летописях. Хозя Кокос был крымским евреем. То есть кем? Караимом. Он служил посредником между Иваном Третьим и крымским ханом Менглигереем. Интересно что его послание он писал на еврейскими буквами. Поэтому Иван Третий просил Кокоса не писать ему еврейскими буквами а пользоваться русскими или басурманскими буквами. В 1471 году великий князь московский Иван Третий побывал в Новгороде. Потому что Новгород в это время был присоединен к московскому государству. Из слухи о благочестивой жизни двух тайных еретиков Алексея и Дионисия дошли до него. Иван Третий берет их с собой в Москву. Алексей стал протопопом Успенского собора, а Дионисий священником Архангельского собора. Дионисий и Алексей пользуются большим влиянием в столице. В числе принесших учения были всесильные тогда при княжеском дворе дьяк Федор Курицын и его брат Иван Волк. Волк это Вольф. Вольф Курицын. Кури, да? Куриели всякие тут завелись. Куриеды. И даже вдова Елена невестка Великого князя и мать наследника престола приняла это учение. Елена хочет обеспечить трон своему сыну Дмитрию. Но со своей стороны на трон претендует Василий сына Ивана Третьего от второго брака. В результате происходит такое вот грызня. И Василий берет власть. Иван Третий Василий Иванович а сын Василия кто будет? Иван Василиевич Четвертый который грозный. Вот такая вот веселая семейка. Правда? И вот Василий берет власть. Естественно в партии Елены и Дмитрия начинает преследовать. В 1490 году митрополит Зосима созвал собор после чего началось жестокое искоренение ереси. Среди обвинений выдвинутых против них были такие что они отрицают почитание креста икон святых и чудотворцев отвергают монашество почитают субботу патча воскресения Христова признают единого бога творца неба и земли и празднуют еврейскую пасху. Ну как вы думаете страшные еретики? По-моему мессианские евреи сейчас то же самое делают. Согласны? На еретиков надевали вывороченную одежду шлемы из бересты с мочальными кистями соломенные венцы с надписью все есть сатанинское воинство. Их посадили на лошадей лицом хвосту а народу было велено кричать вот враги божьи хулители Христа. Затем на их головах зажгли шлемы из бересты и некоторые сосужденных лишились после этого рассудки и умерли. Ну такие ожоги в голове. Все доводы и споры жидовствующие основывали на Библии. И другие книги, которые жидовствующие переводили сами с юрита. Это слова логики Маймонида, книги еврейских, мусульманских философов и астрономов. А у православного духовенства не было даже книг, чтобы спорить с ними. Поэтому новгородский епископ Геннадий поручает прислать ему эти книги, а также получил переводчику посольского князя Дмитрию Герасимову, Мите Малому, латинскому, перевести Библию на церковно-славянский язык, чтобы обличить сознанием ересь жидовствующая. Но потом московским царем становится Иван Грозный. Вы сами знаете, что это было за личность, да? И о нем писал и так один иностранец, побывавший в России. Как ни был он жесток и неистов, однако же не преследовал и ненавидев никого, кроме жидов, которые не хотели креститься и исповедовать Христа. Он их либо сжигал живьем, либо вешал и бросал в воду. В 1563 году Иван Грозный захватывает Полоцк и предлагает евреям этого города либо креститься, либо умереть. И отказавшихся вместе с детьми и женами утопили зимой в реке, прорубили в лед и бросили всех в воду. Всего около трехсот человек. Записано об этом в хронике. Всех жидов, которые не захотели принять, святое крещение велел утопить в славной реке Двине. Также с другими евреями, еврейскими купцами совершаются. Иван Грозный не допускал даже евреев купцов с товарами в свое государство даже временно. Лже Дмитрий Второй. Вы знаете, что кроме того, что этот человек был вставленником католической верхушки, но вообще-то по своим взглядам он был протестант. И кроме того, у него были даже книги по Кабале. То есть в свободное время он баловался Кабалой. Поэтому его называли как вор родом жидовим. Петра Первого тоже называли антихристом, жидом из колена Дана. Знаете, я вам говорил, действительно, Петр Первый имел еврейскую кровь только через татарских своих предков, через Нарышкиных. Ну, не еврейскую вернее, а караимскую кровь. В 20-х годах 16-го века было очень сильное реформаторское движение в Польше, Западной Украине и Белоруссии. И когда начались репрессии, в 1539-м году жертвой обвинения стала 80-летняя католичка Екатерина Залишовская, дава члена Краховского магистрата, который сожгли по обвинению в склонности к иудаизму. Очевидец писал, на смерть она пошла без всякого страха, а польский летописец отметил, она шла на смерть как на свадьбу. В 40-х годах 16-го века стали распространяться слухи, что будто бы в разных местах люди веры христианской к закону жидовского приступили и обрезание приняли, и что обращенные бежали в Литву, где дошли убежище в тамошнике евреев. Но даже после смерти Ивана Грозного еле жидовствующих сохранилось. Идейные последователи жидовствующих стали молокани, а также духоборы. Я, когда по истории церкви, у меня есть очень интересная подшивка об этих людях, но царское правительство очень жестоко преследовало. Кстати, жидовствующих в Сибири это центр Зима. И есть жидовствующие, которые конкретно официально разрешалось им жидовствовать среди донских казаков. Это станица Александровская. Если у вас есть родственники оттуда, то скорее всего у вас есть еврейские корни. Так что можете себе представить. Александровская станица в Донской где-то области. А зима это в Сибири. В Сибири. Не знаю, какая там область сейчас. И вы помните, что в 1872 году образовалось общество Башня Староживая и Свидетели Иеговы. Их тоже считают жидовствующими. Потому что они празднуют Пасху 14 Ниссана. Там у них есть некоторые особенности. Они не признают их божественности Иисуса. То есть они строгие монотеисты. И в 1843-44 годах образовалось движение адвентистов. Адвентистов седьмого дня. И когда адвентисты седьмого дня пришли в Россию, оказалось, что уже есть большая группа, которые праздновали субботу. Некоторые даже обрезывались. Эти люди стали адвентистами седьмого дня. То есть жидовствующие стали адвентистами седьмого дня. Продолжают сохраняться различные группы жидовствующих. Малакани были, хлысты. Хлысты вообще-то хлысты-хлесты. Они никого не хлистали. Это тоже искаженное название. И там среди них выделилась группа, которая стала называть старый Израиль. И они начали переезжать в государство Израиль в конце 19-го, начале 20-го века. Много иудействующих в Мексике. В Мексике они считают себя, что они имеют еврейское происхождение. Но по всей видимости это потомки тех баранов, пиратов, которые бежали потом от преследований. В 1960-м году было не менее 30-ти тысяч евреев зарегистрированы в Мексике и 110-ть тысяч 750 исраэлитов, то есть иудействующих. Много на юге Чили иудействующих индейцев, которые говорят, что они получили веру от маранов. В провинции Каутин живут около тысячи человек. В 1920-х годах в Уганде, куда, помните, одновременно пытались сделать еврейскую автономию, да, тоже появилась религиозная группа под названием Синагога Моисея, которая насчитывала 500 человек. В 1970-м году при Иде-Амини члены этой группы подверглись репрессиям. В 20-м веке равены из США представители консервативного иудеизма ввели гиур среди членов общины. В 2005-м году их было около 700 человек. В Японии после Второй мировой войны возникли произраильские секты иудействующие, такие как Макуя и Церковь Софии или христианские друзья Израиля. Они ежедневно молятся за мир в Израиле и благо еврейского народа. В штате Керала на юге Индии с 1960-го года группа кананаев это местные сирийские христиане, которые считают себя потомками иудеохристиан из Каны Галилейской. Их представители есть в других штатах Индии, а также группы лиц, которые называют себя колено Мазура или Мазура, колено Минаши и считают себя выходцами из Китая и из Бирбы. Интересно, я вот это тоже раньше не знал, это я сейчас пользуюсь данными из еврейской энциклопедии, в 1970-х годах в гагаузских селах начинается сильное пробудительное движение иудействующих. 1970-е годы. Гагаузы это группа живущая Молдавия, это тюркские, тюркское племя, их этническая спорность сейчас, одни говорят, что они потомки печенегов, но само название узы это характерно турков, поэтому узы и так далее, узбеки, гагаузы, да, ну да, возможно, в общем, да, они считаются православными, но у них свое течение православия. У гагаузов молятся на тюркском, естественно, языке, и вот в 1970-х годах в агаузских селах группа православных христиан, сменив до этого ряд протестантских сест, стала склоняться к иудаизму, прошла обряд обрезания, соблюдала кашрут и еврейские ритуалы, стремясь создать ортодоксальную общину. В 1980-х годах в католическом движении тоже возникает иудействующее. Мать-настоятельница, пониматка, харизматка, если по крайски, знаете, Вать-настоятельница, пониматка. Сейчас, две минуты, да. Так вот, пониматка, харизматка, да, Мария Катрин Сеныш, естественно, дочь крещеных евенгарских евреев и ее монахини начали соблюдать ряд подписаний кашрута, зажигать субботные свечи, прикрепили на дверях монастыря Мезузы. Представляете, Мезузы, женский монастырь. Вечером молитвы завершаются чтения Шма-Исраэль на иврите и пением Гатиквы. Еще в Чикаго есть большая группа иудействующих негров. Продолжение следует...